Трое жителей морского побережья нашего края, отметившие Пасху в Хабаровске, попали на площади Ленина в ДТП. По словам пассажира Тойоты Старлет, его друга, сидевшего за рулем, подвело слабое знание особенностей движения по краевой столице. Судя по записи видеорегистратора, ехавшей рядом машины, именно так по прямой проследовала Тойота. По Муравьево-Амурскому со стороны Широнова. Малолитражка налетела на высокий бордюр перед площадью, в двух метрах от стационарного поста полиции. Так что ответ на вопрос о том, кто из нетрезвой компании сидел за рулем, в этом случае доподлинно известен. Водитель уточнил, что он лично из города Советская Гавань. И весь день пил исключительно кефир. Тойота принадлежит отцу сидевшего за рулем мужчины. Приехать из Советской Гавани и забрать разбитую сыном машину собственник не мог. Транспорт определен на штрафстоянку. А степень алкогольного опьянения водителя, которую выяснили посредством алкотектора, при помощи кефира достичь практически невозможно. В Краснофлотском районе Хабаровска на улице Тихоокеанской сотрудники вневедомственной охраны задержали несовершеннолетнего подозреваемого в краже велосипеда. Юношу, который крутил педали, бойцы Росгвардии заметили в районе остановки Депо-2. На просьбу остановиться 15-летний велосипедист отреагировал асимметрично. Пересек улицу наискось и попытался заехать во дворы, туда, где его не могли бы преследовать на автомобиле. Маневр уклонения от встречи с патрулем не удался. Подросток был остановлен. О том, что двухколесник марки «Стелс» под ним краденый, юноша сознался сам. Даже изъявил готовность показать подъезд, из которого укатил велосипед за полчаса до задержания. Но с этим возникла заминка. По словам задержанного, рядом со «Стелсом» в подъезде стоял детский двухколесник. Но патруль по указанному адресу второго велосипеда не нашел. Поэтому осталось неизвестным, верно ли подозреваемый указал дом и подъезд, из которого укатил «Стелс». Полицейские ожидают заявления от потерпевшего. Редактор субтитров А.Семкин